Про кино. Ах, да. Про кино. Все начинается прекрасно. Я не забыл. Какое кино? Только что говорили про пропагандистов, про подводные лодки. Все было так хорошо. А теперь какое-то занудство. Кино, черт возьми. Кино начинается замечательно. Что, кстати, вызвало невероятный взрыв бешенства у ветеранов-подводников. Просто невероятный. Когда лейтенант Вернер... Едет на авто. И юное пополнение какой-то мексиканский немец, который закончил академию военно-морскую, едут поступать в экипаж. Едут они на авто. И тут же смола на них доблестный экипаж начинает ссать. Дружно ржа. Это противопожарное учение. Красивый Мерседес, а боссом до колес целиком. У меня это вызвало недоумение. Я бы не стал ссать на командирскую машину. Никаких раскладов. Только если меня не видит никто. Из-за угла. Ночью, блин. Не знаю. А если там... Ты же не видишь, что внутри. А ты его противопожарно обдал горячей струей. Выразив сильную любовь к начальству. И воинское приветствие. А потом... Это так мы познакомились с рядовым составом. А это экипаж. А это, собственно, экипаж. Завтра в поход. Вот отдыхают. Что ты делаешь-то в самом деле? А потом они оказываются... Все во Франции происходит, конечно же. На берегу Бискайского залива. Потом они оказываются в Кабаре. А там начальствующий состав. И это вызвало взрыв ненависти уже у офицеров. У ветеранов, которые служили в Криксмарины. Потому, что там натурально бордель. Даже я не берусь словами писать. Я так ни разу не отдыхал вообще в жизни. Там какие-то люди поливают у друга шампанским. Хватают за жопы танцовщиц. Забираются на сцену. Заканчивается пьянка тем, что чувак выходит с табельным оружием и кричит... Заставляя оркестр испуганно отпрыгивать в разные стороны средние стрельбы. Но там люди, музыканты, видно, очень привычные. Такое происходит каждый вечер. Не воргнув. Поэтому даже саксофонировать не перестает. Тромбонировать. Телок каких-то обливают из сифона. Он заходит. Попрошу всем тихо поприветствовать нашего почетного гостя. Старину капитального лейтенанта Томпсона. Он там заносит чувака. Уже в полубессознательном состоянии. Который с трудом сводит резкость на всех. И он с двумя крестами, если не ошибаюсь. А два креста. Это несложно догадаться. Сто тысяч тонн потоплено. И еще сто тысяч тонн потоплено. Вот те два креста. Плохо. То есть, это матерый убийца. И так и не скажешь по нему. Просто у него кепка аж серая от грязи вся. И он только с посторонней помощью с трудом забирается на сцену, отобрав бутылку шампанского. Стучит даже по микрофону и говорит... Тишина в борделе. То есть, этот-то все понимает, куда попал. Потом этого героя подводника находит в сортире в луже блевотина. На кепке наблеванно. Мундир наблеванно. Еще и в штаны кто-то насрал. Не показали. Нет правды жизни. Его дружище, которого играет Юрген Прохнов. Понятно, что там имен никаких реальных не названо. И более того, в книжке не названо никаких реальных имен. Там везде жирным шлифтом написано. Это художественное произведение. Не воспринимайте документальное. Пожалуйста. Все восприняли именно как документальное. Как положено. Немедленно вспоминается художественный фильм Апокалипс Няу. Который у нас Апокалипсис наших дней. Вот. Там, помнишь, когда привезли каких-то девчонок из плейбоя. И там амфитеатр. Сидят солдаты. А девчонки там скачут. Жопами и сиськами трясут. А потом все соллофоны бросаются на сцену. Явно с желанием отыметь их тут же. Это тоже вызвало среди американских военнослужащих в своем уме. Что это такое? Такого не может быть. Я могу понять, если бы это была свора свежевыпустившихся лейтенантов, среди которых нет никакой градации, кроме, возможно, командира взвода сержанта. Ну, а вот это что такое? Со старшими по званию вы вот так бухаете, а они преподчиненных так себя ведут? Не поверю никогда. Такого не может быть. Ты же там рассказывал, что они там все еще плюсы из благородных там и всякое. Ну, это у англичан. У этих уже не совсем так. Все-таки это Третий Рейх. Все равно. И это 41-й год. Там обыль чудовищная была. И поэтому там просто кто угодно мог оказаться в смысле социального происхождения. Без вопросов. Тем более, что это же не крейсер. Это не линкор. Это подводная лодка. Там у нее командир. Сраный капитан-лейтенант. Это даже не корветон капитан. Все равно. Я такое представить не могу. Нет. Вот там идет этот Йорген Прохнов. Он единственный, который ведет себя прилично. Он пытается поднять своего дружка Томпсона. Вынуть из Блеводина. Как-то его очистить, увезти, чтобы никто не видел героя подводника в таком состоянии чудовищном. Ну, и он вводит в курс лейтенанта. Подводники. Они безъемли не могут вообще прожить ни одного дня. Невозможно просто. Я когда все это вижу, у меня даже возникает... Ты правильно сказал. Это вопрос. Как можно, когда у тебя вшивые лейтенанты при непосредственном начальстве вот так себя ведут? И непосредственно начальство при них же так себя ведет. Бегая с револьвером на руке. Валяясь в Блеводине. Это сложно поверить. Первое. Но второе-то. А где военная полиция? Вы понимаете, что это все закончится предсказуемым появлением военного патруля. Без вариантов совершенно. Потому, что это не военнослужащие. Это стадо макак. По-другому это назвать невозможно. Я, конечно, понимаю, как там это объясняется. Завтра в поход. Все отдыхают. Это третий вопрос. Если вы так нахерачились, какой там завтра поход? Вы не встанете. Даже в юном возрасте, когда вот все эти похмельные синдромы отпускают гораздо быстрее, чем теперь. Если так насвистаться... Ну, допустим, хорошо. А вам подводную лодку нужно готовить к выходу. Это же целый комплекс мероприятий. Не шуточные, да. Требующих крайней сосредоточенности и внимательности. Контроль и учет. Что вы там сейчас... Как вы в море-то вообще выйдете в таком виде? Вам два дня отлеживаться надо после этого. Надо затонуть у причала и там лежать. Через два дня уже можно куда-то выдвигаться. Только так. Как герой наш Маринеско, говорят, делал. По-возвращении из похода лежал у причала. В себя приходил. Не верю ничему. И понятное дело, что ветераны сказали, что... Ну, что вы такое, черт возьми, показываете. Мы такие не были. Мы, конечно, могли погулять. И, более того, гуляли. Не сомневайтесь. Ну, во-первых, мелюзга отдельно лейтенантская. Старшие офицеры строго отдельно. Естественно. Ну, такого не может быть. Ну, как? Советская армия. Вот солдаты здесь бухают, а сержанты тут. Ты немыслимо. Можете там под шконкой где-то пить. А мы в сушилке. В сушилке. В сушилке. В прекрасных условиях, где тепло воняет портянками. Но сюда никто не заходит. Вообще офицер. Чтобы с каким-то солдатом бухал. Не-не-не. Точно так же. Командир роты. Он пойдет с командирами роты бухать. Взводные. Ну, там промеж собой как-то это нет. Я понимаю, что офицерский клуб, где все офицеры экипажем сидят. Так там все будет это. Так точно. Да. Товарищи офицеры. Блюди себя. Да. Так как это третий рейх. Первый тост. За Холокост, естественно. Ну, и вот это вот все по команде старшего начальника. Там три рюмки. И никак иначе. Все. Разошлись. Всякое в жизни бывает. Я помню, приехала мама к моему товарищу, например. Он ее ведет по военному городку. Идут мимо магазина. Там стоит товарищ офицер. Руками в стену. И, блин. Мама в шоке. Даже говорит ему, что это мой командир взвода. Бывает. Бывает. Или вот у нас товарищ. Он как раз в заведении общепита. Ему крыса померещилась. Огонь по углам. Ну, это девяностые годы. Там и не такое было. Может и правда крыса была? Возможно. Никто не отрицали. Немножко обалдели. Да. Поэтому вот тут я понимаю. Товарищи генос этих немецких. Которые страшно возбудились. Это во-первых... А еще. Еще. Я уж, наверное, десятый раз это вспомню. По ходу дела. Про художественный фильм Взвод. Где Оливер Стоун. Он два раза ходил во Вьетнам воевать. Ну, вот заснял художественный фильм Взвод. Где, как ты помнишь, были. Всякие замечательные сцены. Сначала поднялся крик. Что за херню? Вы показываете? Я мать в кино повел. А тут такое. То там это. Употребляют всякое. То вьетнамцев мирных убивают. Это кодекс Хейс. Отпустил просто. Встало можно. Это зачем? Но самое смешное мне это... Где сержант Илаес там? Ну-ка открой рот. И он там Дунов запустил. Такая дыма. Ну, на вопрос. А что вы, дурь, не курили что ли? Курили, конечно. Но не через двустволки. Нет правды жизни. Двух стволок особенно обидно. Да. Четвертое. Почему я во все это не верю? Это люди не 80-х годов. И не родившиеся в 60-е годы. Это уже все. Это поколение, которое в кино снималось и для которых это все показывали. Это поколение бэби-бума. Это поколение сексуальной революции, когда можно было позволять себе очень сильно всякое. Там люди, неважно, в Германии, в Америке, где угодно, воспитаны были вообще не так. Это люди очень пуританской культуры. Они даже в смысле набухаться так, как это могли уже в 80-е годы, они просто себе представить не могли. Как это... Ну, в смысле, кто-то, конечно, был там алкоголик, дегенерат, пьяница. Это никаких сомнений. Но только на него смотрели. На алкоголика дегенерата, да. Это же невозможно себе даже представить, чтобы люди в 30-е и 40-е годы из европейской страны массово себя так вели. Они так себя массово не вели. Они, повторяюсь, и хулиганили, и пили. Но это все было совершенно по-другому. Посмотрите, опять же, жестокое синее море. Вот там такие же точно военные моряки, только надводные. Английские, англичанские. Так там все показано, как они пьют, как они разговаривают. Опять же, это настолько аутентично выглядит. Абсолютно другие люди, другого поколения, другого воспитания. Вспомните своих бабушек и дедушек. Возможно, кто-то помнит, может быть, даже прабабушек и прадедушек. Которые того времени воспитания... Для них это немыслимо было просто так себя вести. В массе, конечно. Я другое скажу. Совсем недавно еще употребление алкоголя, если ты мужчина, то оно беспредельное, естественно. Но на тебя это никак не влияет. Посмотрите, как я держусь, потому что я мужчина. А вот это вот ужраться в сопли, а на следующий день хохотать, кто обосрался, кто обливался, это исключено вообще. Такого не может быть, блин. Это же аспект доблести, что я могу там выжрать литр и, обратите внимание, руководство до сих пор. Нет. Вот поэтому вот эта сцена вся какая-то очень недостоверная.